Приветствую вас, я хотел бы сказать вам две такие основные вещи. Первая вещь заключается в том, что вы, у вас были стрессовые ситуации, у вас были неприятные моменты, у вас были какие-то негативные вещи, негативные переживания, которые заставили вас, возможно, закрыться от этого. И если вы вот реально закрылись от этих своих моментов, то нет ничего удивительного в том, что вы ничего не чувствуете. Вот вы пишете, значит, что было много моментов и ситуаций, которые стали для меня причиной стресса. Меня все очень бесило, и так было несколько дней. А потом просыпать утром ничего не бесит, не возвращает настроение, просто не было никакого. Все действия стали стоматическими, и без удовольствия это началось с депрессией. Откуда вы узнали, что у вас случилась депрессия, был ли у вас подтвержденный психотерапевтом или психиатром этот самый диагноз документарно, понятно, не очень. Также вы говорите, что у вас было много моментов, которые вызывали у вас стресс, но вы говорите о том, что этим моментом, точнее, этим моментом, там, несколько дней. То есть вот эта хронология не очень понятна. Но в любом случае, это очень похоже на простую защитную реакцию. То есть у вас сыграла существенная роль именно защитная реакция от тех негативных моментов, которые с вами происходили. То есть негативные моменты у вас были, их было много, решить вы их не могли, вас это бесило, причину разображения вы не увидели, не узнали, может быть, даже не поняли. И из-за этого просто-напросто закрыли. И теперь у вас действует только ассоциативная память. Иногда, когда вы испытываете какие-то моменты, когда вы испытываете для себя, ну, какие-то акты, как происходят, акты восприятия, да, акты, значит, основания запаха своего, да, запахов каких-то, да, либо через алкоголь, а вы воспринимаете то, что было, то есть защитный механизм, здесь удаёт забой. И вы начинаете жить, жить, как бы, ну, как вы говорите, начинаете жить. При этом вы совершенно откровенно пишите, что это что-то неприятное. То есть ощущения для вас являются чем-то неприятным, чем-то негативным. Уникальный вопрос. А почему? Почему вы испытываете такой сильный негатив? Ну и, конечно, отдельного внимания заслуживает то, что вы раздражены были. То есть само по себе раздражение – это, значит, не принятие, не понимание, отсутствие осознавания того, с чем вам, ну, пришлось, или приходится столкнуться. И это первый момент с точки зрения психологии, который нужно разобрать. То есть без наличия у вас диагнозов, я именно к этому веду, что без наличия у вас диагнозов, без наличия у вас диагностированных заболеваний, нельзя назначать какие-то препараты. Только по симптомам. И здесь мы, главное, переходим ко второму моменту. Этот момент связан с тем, что, значит, вы пишете про некого человека, недипломированного человека, который предлагает вам, как я понял, за ваши деньги, и, ну, использовать какие-то препараты, и эти препараты якобы вам помогут. Вы знаете, ну, первый вопрос, который вам хочется задать, это вопрос такого рода. Откуда вы станете, что этот человек действительно разбирается в том же, что он вам дает. Далее. Все-таки, как я уже сказал, нужен диагноз и рецепт на такие препараты, которые в любом случае влияют на, ну, влияют на, ваше, там, осознавание себя, скажем так, без препарата, без рецепта, без рецепта. Очень, очень высока вероятность того, что вы себе навредите. Навредите себе в любом случае. Просто потому, что, вот, используйте то, используйте те вещи, используйте те средства, которые нужно использовать аккуратно и осторожно. А вы, вы можете себе, себе этим навредить. Далее. Если вы, вы, действительно, даже не так, если у вас, действительно, те, симптомы, о которых, о которых вы пишете, пишете, то есть, симптомы, действительно, дереализации и деперсонализации, то для начала вам нужно, чтобы это было, еще вот повторил. Диагностировано врачу. Ну, пока нет диагноза, нельзя самостоятельно заниматься лечением подобных вещей. Ну, а если и когда диагноз у вас будет, то вот тогда уже и можно будет начинать лечение. Но, простите, какое лечение? Лечение не какое-то, а лечение именно профессиональное. Лечение именно, ну, как бы, качественное. Лечение именно у врача, не у кого-то, кто через интернет вам прислал какие-то там лекарства. Ну, просто поймите, это очень опасно, опасно, очень опасно. То, что вы сейчас делаете. Вредите просто вы себе себе. Поэтому, не рекомендую вам действовать подобным образом. Даже если эти препараты можно использовать без рецепта, то, все равно, это очень-очень-очень опасно. Для вас, по крайней мере. Да и на самом деле, не только для вас, да и для любого человека, который, как бы, на свой страх и рифт, начинает принимать лекарства, не очень понимая отживание для чего, и так ли они действительно помогают. Поэтому, я не думаю, что вы поступаете здесь правильно. Такое было мое мнение по вашему вопросу. Безусловно, мнение будет еще. Я пока придерживаюсь того взгляда, что у вас работают защитные механизмы. И, соответственно, если я прав, то защитный механизм можно преодолеть, можно, как бы, выйти из влияния защитного механизма. Но только при условии, конечно, если вы готовы работать над этим, если вы готовы разбираться, то тогда вам нужно выбирать эксперта на нашем ресурсе и начинать с ним консультироваться. Если нет, такое я, в принципе, тоже могу понять, тогда, ну, тогда уже решать будете вы сами, что вам делать и как. Но, поскольку я забыл все-таки о вашем здоровье сейчас, то не рекомендую принимать препараты, в которых вы, ну, вообще говоря, ну, вот знаете, я бы не сказал, что прямо не уверены, да? А именно неуверенность здесь, наверное, неправильно было бы сказать именно неуверенность. А препараты без рецепта принимать не стоит. И те препараты, которые, ну, выписываются вам, непонятно кем. То есть, если у человека нет диплома врача, если человек не ведет врачебную практику, то и право на то, чтобы выписывать кому-то лекарство у него нет. И получается, что этот человек, ну, по сути дела, такой вот шерлатан. Ну, то есть, может быть, конечно, он и не шерлатан в привычном смысле этого слова. Но все же определенно действует не так, как это нужно было бы по-хорошему. Понимаете? Так что осторожней, пожалуйста, здоровье ваше. Вы ну, достаточно легко можете его испортить, а потом устанавливать будет куда сложнее. На этом все, наверное, надеюсь. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, буду рад вам помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам принять верное решение. Всего доброго и удачи! Продолжение следует...